друзья мои это ролик про то как сделать незамерзающую поилку в курятнике ну не обязательно в курятнике можно там гусятники перепелятники утятники вообще абсолютно неважно сейчас у нас зима отекли прошла все холодновато на улице поэтому вода должна быть обязательно теплом помещении и чтобы курочки всегда могли попить так давайте пройдем вовнутрь я вам покажу как устроена такая поилка так давайте откроем свет курочки здесь у нас так разрешите пройти разрешите пройти хоть бы хны вообще ну вот так пойдемте вовнутрь покажу вам как все устроено да друзья мои забыл сказать вот это помещение столовой и здесь у нас располагается бункерная кормушка на 90 килограммов сухого корма сейчас она прикрыта вот в этом лоточке корм корочки подъедают его и здесь все автоматически под воздействием силы тяжести подсыпается хватает на месяц автономного содержания вот нас не было 15 дней даже чуть-чуть побольше вот половину они съели так помещение не отапливается как я уже сказал а вот следующее помещение куда мы сейчас входит она отапливается здесь постоянно горит вот такая инфракрасная лампа она делает и свет и тепло горит 24 на 7 с ноября по практически конец апреля по 20 числа апреля так давайте вам покажу саму поилку нашу здесь располагаются гнезда для яйца носкости с лотком примерно на 130 140 яиц и 80 литровая бочка с водой так как помещение здесь у нас тепло соответственно вода не замерзает вот так выглядит это все снизу как бы вас отодвинут так ну как вот вы видите ниппельную поилку на два диппеля этого хватает вполне себе для 25 наших курчик и сервиса альфа петушка вы видите это простой полипропилен который снизу воткнут в бочку через муфту 1 2 ну соответственно прижимую гайку сверху но вернее сверху а изнутри бочку бочки через прокладка ничего сложного здесь нет элементарное соединение и сейчас вам покажу как наполняется бочка у нас идет трубопровод от кессона и соответственно когда мне нужно я его вывожу под давление и у меня здесь идет наполнение бочки можно носить сюда и ведра раньше я так и делал носил воду ведрами но конечно же не наносишься поэтому все делает трубопровод он у меня располагается на глубине примерно 50 сантиметров от уровня давайте я включу пока пускай наполняется я буду рассказывать воздух обычно на 50 сантиметров от уровня земли поэтому промерзает и когда я наполню бочку мне будет необходимо компрессором сжатым воздухом трубопровод продуть ничего сложного нет вы скажете ой столько геморроя ну как друзья вот так и летом по весне пока земля мягкая прокопал трубопровод из кессона соответственно сейчас все прекрасно наполняется мне не нужно тратить усилий чтобы носить сюда ведра а потом компрессором все это легко продувается день работы и грубо говоря навсегда у вас вот такое удобство 80 литров воды хватает примерно на месяц чуть-чуть меньше автономного содержания 25 курс если вода вдруг кончится или замерзнет ничего страшного корочки поедят снег и лед они это любят дело правда корочки сейчас наполнится . я вам покажу как продувать тоже ничего в этом особенного какого-то нет обычно сжатый воздух обычный компрессор почти 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 надо оставить на остаточную воду в трубопроводе можно еще побыть вот так то полоски заполняют остальное все из трубопровода сюда придет вместе со сжатым воздухом так ладно идем подключать компрессор сейчас все покажу так ну что вот наш компрессор давайте включим его в розетку он у меня уже вот через такой гибкий шланг подключен трубу проводу и сейчас мы вгоним систему сжатый воздух так друзья ну увидели сколько занимает наполнение 80 литровой бочки так ну давайте давайте продуем так отлично воздух пошел накопим давление и снова не должно остаться в трубах вообще даже намеку на воду бывает что капельки остаются но лучше все их выдуть потому что капельки имеют свойство собираться если в трубе будет ледяная пробка придется до конца апреля пока все не разморозится пока земля не разморозится придется таскать бедрами вроде бы один воздух идет но все равно потом какая-то изморозь начинает идти я люблю все хорошенечко продуть чтобы все было четенько так на все друзья мои практически никакой изморозь и нет продувка окончена закрываем бочку крышкой но не плотно чтобы не образовывался вакуум и закрываем закрываем от помета вот таким экранчиком прямо над бочкой так как у меня все-таки тесненькое помещение над бочка у меня нас есть чтобы не загаживали и вот таким образом мы ее защитим все друзья мои вот такая 80 литровая бочка можете поставить 100 литровую бочку 150 литровую бочку сколько угодно она главное чтобы стояла в отапливаемым плюсовом помещении достаточно плюс один достаточно этого абсолютно некоторые спрашивали а что будет если инфракрасная лампа перегорит да друзья мои в какой-то момент все это может дело замерзнуть но ничего страшного зимой как я уже говорил курочки могут спокойно выйти на улицу у нас лаз открыт 365 дней в году 24 часа в день могут быть и на улицу и поесть уже снега льда в общем то что найдут ничего страшного а я приеду увижу перегоревшую лампу и вкручу новую но друзья мои я покупаю качественные лампы не в леруа не в обе именно хорошие такие в каких-то вот как норма корма крайние лампочки я покупал есть такой зоомагазин на пражской и специальных заказывал они там рублей по 350 и вот горит у меня эта лампа уже третий год ничего с ней не случается все здорово вот но тем не менее перегореть может это может конечно все это замерзнуть безусловно но курочки не погибнут зимой есть такой период очень опасный когда еще нет снега но уже заморозки и вот если в этот момент она перегорит и в этот момент здесь будет достаточно холодно вот тогда конечно будет неприятно но такого у меня слава богу не было думаю что и не будет ниппельная поилка ниппельная поилка рулит вот так она выглядит все друзья мои вот такая вот незамерзающая поилка может быть оборудована в курятнике ну что курятина моя мне кажется спать уже пора смотрите темно а вы еще на улице все давайте закругляемся спасибо друзья за внимание подписывайтесь на канал смотрите другие наши ролики по теме автономного содержания кур на даче или на своем участке в своем доме мы можем не приезжать на дачу до месяца и с курочками все будет хорошо ну постоянные зрители знают непостоянные зрители переходите по ссылкам смотрите на самом деле это не сложно все пока пока